Наталья Пелевина, оппозиционный политик, член политсовета партии Парнас у нас в эфире. Наталья, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с вот этого коммунального кризиса, о котором всю неделю минувшую мы сообщали. Вообще мир полон этих картинок, замерзающей России. Почему, на ваш взгляд, как не только политика, но и человека творческого, вы можете судить о том, как человек думает, почему у россиян не связываются в голове два факта – война и разбитые трубы, холодные батареи, неработающее электричество? Или тут, извините, добавлю, россияне просто так всегда жили или в принципе ничего особенно не изменилось? Ну, вы знаете, действительно, большинство – это большой, важнейший, ключевой вопрос, почему они не связывают одно с другим, на который пока ответа, к сожалению, к большому нет. Действительно, они во многом считают, что, в общем-то, ну, действительно, никогда, как вы правильно сейчас сказали, никогда хорошо не жили, нечего начинать. Знаете, есть такая шутка. Плюс есть такое понятие, сейчас очень многие пользуются этим термином – синдром выученной беспомощности. То есть даже те, кто в какой-то степени понимают, что ситуация идёт не в ту сторону, считают, что они не способны на что-либо повлиять. Это, в общем-то, часто самый распространённый, действительно, самый распространённый ответ России на вопрос, почему вы вот живёте, вы сами признаете, что живёте плохо, но ничего по этому поводу не делаете. Ответ такой обычно, что на что я могу повлиять, я ничего не могу сделать. Вот, к большому сожалению, вот это вот состояние абсолютной, не просто даже инертности и пассивности, потому что из него можно выйти. А вот этого неверия в то, что каждый индивидуальный человек может сам на что-то повлиять, ну, вот оно и привело, в общем-то, туда, куда оно и привело. В том числе в ситуацию, когда Россия развязала чудовищную страшную войну. Поэтому это вот та реальность, в которой мы находимся, и это то, почему, в общем-то, хочется увидеть просвет, хочется увидеть перспективу какого-то всё-таки протеста, хоть уже на что угодно, хоть пусть даже уже, к сожалению, лично для меня большому не на начатую войну, потому что по моему бы желанию сейчас, если можно бы вернуться в 24-25 февраля, народ бы миллионами вышел против войны. К сожалению, это уже не произошло. Но вот даже реакции на вот то, что происходит сейчас, при страшнейших морозах нет отопления во многих городах, просто его нету, люди не знают, где вообще как бы хоть как-то согреться. И главное, что с отсутствием полным прозрачности вообще чего-либо в стране, мы не знаем, какие это имеет последствия. Может быть, много людей погибло, как обычно происходит в таких ситуациях, потому что не у всех хорошее здоровье в России, особенно сейчас. А где-то, где нет электричества, это вообще может влиять на госпиталя и больницы, и на людей в критическом состоянии, в реанимациях и так далее. Но опять же, никакой прозрачности в стране нету, то есть в статистике мы не знаем, сколько людей уже в результате вот этих вот сейчас происшествий с ЖКХ, с коммунальными услугами, сколько людей уже просто погибло. А в этом секторе все более-менее понятно. Там всегда нехватка была бюджета, просто финансовых средств и кадров. А кадров нехватка тоже в силу того, что очень низкие зарплаты. Вот поэтому мы имеем то, что имеем, что называется. Ну, а возвращаясь к вашему вопросу о том, почему так, потому что не научились по-другому. То есть когда начали учиться в 90-е очень коротко как-то, принимать собственные решения, делать собственный анализ происходящего вокруг, и главное, верить в свои права, это был очень короткий период, с приходом Путина постепенно это сошло на нет. Ну, а вот на кого пеняют, как правило? Те видео, которые мы видим, но это как-то странно звучит постоянно. Путин, помоги, Путин, помоги. А вот, собственно, кто виноват в этой всей проблеме? Это больше региональная проблема местных властей? Или действительно Путин виноват? Смотрите, ведь он-то говорил, направили 337 миллиардов рублей, выходит, соврал, либо же местные власти проворовались. Как вы оцениваете вот эту ситуацию? Кто должен нести ответственности? И почему все-таки люди, конечно же, да, наверняка они не смотрят, куда идут деньги, да, и что все больше и больше бюджет урезается на их благосостояние, да, на их удобство в жизни, а больше на войну? Но все же, возможно, кто-то доинтересуется и видит, что на самом деле война всему виной. Интересуется очень небольшое количество людей. В основном люди выживают, стараются как бы занять позицию «моя хата с краю, и вообще меня лучше не трогайте». Они погружаются, пытаются разобраться в ситуации какой-то минимальной, конечно, количества людей. А первопричина, ну, она действительно как в том, что, конечно, средства, во-первых, недостаточные выделяют, если говорить о коммунальных услугах сейчас, да, вот этих вот морозах и отсутствиях, не самих морозах, а об отсутствиях отопления. Не выделяется достаточное количество средств. Раз, разворовывается большое, по привычке уже, можно сказать, в России коррупция, вы знаете, бешеная и сумасшедшая, разворовывается часть 2 и доходит до, вот, действительно, обновления коммунальных структур, коммунальных, значит, услуг, минимальное количество денег. Но кто за это отвечает? Понятно, что на местах воришки, все остальное, все понятно. Конечно же, Путин, который выстрелил эту вертикаль власти и очень не гордится, отвечает в результате он, конечно. И он же, мы знаем, вы уже упомянули, с гордостью во время прямых линий как бы берет на себя ответственность и в ручном режиме решает какие-то вопросы, которые ему там, значит, задаются, какие-то там проблемы, которые ему озвучиваются, там, вплоть до отопления или там каких-то еще, значит, проблем в какой-нибудь школе, в каком-нибудь поселке. Он говорит, да, все, взял на контроль, сейчас все будем делать. Это его было желание построить эту вертикаль власти. Естественно, за то, что это все провалилось, отвечает, конечно же, безусловно, Владимир Путин. Другое дело, что это мы с вами понимаем, еще какое-то небольшое количество в России людей тоже это осознает, но, опять же, это совершенно минимальный процент. Остальные по-прежнему, вот, какой-то там, тоже какой-то заученный уже, значит, такой вот трактовки этого всего, повторяют, что, ну, царь-то хороший, конечно, он просто не все может контролировать, а вот бояре просто плохие. Наталья, давайте еще к одному кризису. В России демографический кризис, к примеру, за исключением Чечни, в 23-м минувшем году родилось чуть больше 1 миллиона 200 тысяч детей. Это самый маленький годовой показатель независимости с 91-го года. Ранее худшим по рождаемости считался 99-й год. Ключевой фактор тут – это так называемая демографическая яма, в которую Россия проваливается еще с конца 90-х. Это утверждают демографы. В стране год от года становится все меньше женщин детородного возраста, а современные семьи заводят детей все позже и все реже. В 96-м году население Российской Федерации насчитывало 148 миллионов человек, и до 2007-го года эта цифра постепенно снижалась. Затем российские власти ввели программу материнского капитала. Рождаемость начала постепенно расти. Но пандемия коронавируса и полномасштабное вторжение России в Украину вновь замедлили темпы прироста населения. Давайте об этом вымирании. Тут вообще странно, да? О чем думает руководство российское? Если и так демографическая яма, это действительно ни для кого не секрет, тяжело рождают и рождали, рожали россияне до войны, до пандемии. Удар пандемии, удар войны. За счет кого они планируют восполнять эти огромные потери? Мигранты, големов производить будут? Как это вообще все? Ну, действительно, для страны это огромная проблема. По некоторым подсчетам исчислений, точнее, через 20 лет, 30 лет в стране будет меньше 100 миллионов проживать уже людей. Приблизительно так оценивают специалисты. Поэтому, конечно, это очень большая проблема. Поэтому к ней постоянно возвращается Владимир Путин. Но он пока выбрал линию продвигать. Вот вообще просто, так сказать, как он через скрепы пытается донести. Нам нужно, значит, нашу Русь, значит, как-то вот масштабировать. В каждой семье должно быть, вы знаете, он постоянно, при поддержке в том числе Патриарха и РПЦ, значит, все время возвращается к теме о том, что побольше детишек. Значит, в каждой семье должно быть там 5-6 детей. Вот эта вся теория. Поэтому, конечно, подкрепляют они это. Финансово он сильно уже много обещать не может. Но вот в основном подкрепляет, в общем, такой вот скрепной необходимостью в этом, патриотической, национальной вот некой там идеологии, в меньшей степени финансовыми выплатами, которые в свое время немножко сработали. Вы уже упомянули, что когда появилась выплата материнского капитала, сначала за одного, потом даже за двух, и за первого даже ребенка, то, конечно, некая демография, улучшение небольшое произошло. Но оно было кратковременным. Конечно, сейчас, когда Россия одна из самых нестабильных стран в мире, ведущая страшную войну, даже при том, что мы с вами выше обсуждали, что народ мало что понимает, между тем, на каком-то подсознательном уровне где-то, наверное, ощущение нестабильности и вообще неуверенности в завтрашнем дне есть. Тем более у молодежи, которые все-таки чуть больше какой-то смотрят. Ну, не сильно интересуются политикой, к сожалению, опять же, к большому. Но натыкается в силу пользования более такого интенсивного интернетом и так далее, натыкается больше на какую-то правдивую информацию. И вот дорожать должна молодежь, по идее. И как раз у них, скорее всего, большого желания это делать нет. Плюс все равно по опросам по-прежнему, а сейчас, наверное, больше, чем раньше, молодежь отвечает, что если у них была возможность уехать из страны, они бы уехали. Это довольно, я не буду сейчас врать, там, какой процент, но это, я помню, последние какие-то были опросы, очень немалый процент. Поэтому если люди так на это смотрят, то, конечно, о том, чтобы рожать и по желанию Путина иметь там по пять детей в семье, у них, ну, видимо, мало у кого это желание появляется. Поэтому как они собираются это все, значит, решать этот вопрос, Владимир Путин, который по его желанию, по его, так сказать, мнению останется во власти, видимо, еще лет на 12, он так считает. Как он собирается это решать, пока сказать очень-очень сложно. Но ситуация действительно во многом просто кризисная, если верить тем прогнозам, которые делают специалисты по демографии в России в ближайшие 20-30 лет. Говорить о каких-то программах особо как-то не видно, чтобы обновления были в том, чтобы стимулировать рождаемость. Или же все-таки будут приглашать и раздавать паспорта другим республикам. Ну, в первую очередь сейчас мы видим, что раздают российские паспорта тем, кого хотят видеть в лавах, конечно же, российских военных. А вот касательно демографии, что сейчас придумывает или пока только урезает бюджет, потому что война — первое дело. Ну, я говорю, что пока опираются не на финансовые, так сказать, мотиваторы, а больше на идеологические. Если когда-то у Путина вдруг бы появились новые деньги, ничего, скорее всего, не будет, потому что все уходит на войну, и дальше эти дыры будут очень трудно залатывать. То, да, конечно, там обещать какие-то... Ну, деньги работают, да, деньги мотивируют людей, молодых людей, которым это дает какие-то определенные возможности. Скорее всего, этого не будут. Они будут дальше опираться на скрепную часть всего этого. Плюс, конечно, да, вы упомянули эмигрантов, которым выдают паспорта, раздают паспорта и будут дальше раздавать. И таким образом как-то статистику, чисто статистику демографическую, в том числе, как-то пытаться увеличивать, улучшать. Но, опять же, это тоже все имеет границы и лимиты, да, ограничения свои. Поэтому это все равно не сработает долгосрочно. А долгосрочно, как они могут поменять ситуацию? Только если Путина надо убрать из власти и страну вообще перековывать на другой лад и переставлять на другие рельсы. Тогда, может быть, страна станет, в общем-то, для собственных граждан более, так сказать, местом приятным для проживания, и в том числе для того, чтобы рожать детей, создавать большие семьи и так далее, как это происходит в развитых странах. Там, в общем-то, вся жизнь, ее уровень жизни, он позволяет людям желать иметь больше детей. Поэтому без вот этих вот ключевых базовых моментов, какими бы они совсем примитивными ни казались, уровень жизни, состояние, так сказать, вообще быта в стране, которые может себе позволить средний человек. Это главное, основное, что может влиять на демографическую ситуацию. Путин, я не верю, что с этой задачей улучшение всех этих параметров может справиться. Попрощаемся, Наталья. Буквально наш редактор нам напомнила, что находят оригинальные решения в России. Например, дефицит кадров. Предлагают отправить снова пенсионеров на работу. Это Борис Титов, это уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей. Предлагает просто не думать о тех, кто уже на пенсии, вернуть рабочие места. Так что там с фантазией все действительно неплохо. Благодарим вас, Наталья. Удачи вам в ваших делах, в вашей жизни. Спасибо, что нашли время. Включились. Наталья Пелевина, оппозиционный политик, член политсовета партии Парнас, была гостем этой части эфира. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова